и доброго времени суток мои дорогие подписчики и подписчицы и мы продолжаем смотреть аниме песен ночных слов по счету у нас идет седьмая серия первого сезона мне написали по поводу того что от седьмой серии стоит ждать чего-то большего на то и что 7 7 серия прям классная поэтому с нетерпением жду и думаю вернее надеюсь на то что она будет прям веселая потому что до нее я сейчас посмотрел смотрела пламенную бригаду пожарных и смотрел бездомный бог и если в пламенной бригаде пожарных все еще более-менее идет как-то отчасти весело пусть там и тоже идут какие-то файт но отчасти весело то в бездомном боге конечно все идет не то чтобы прям очень хорошо отчасти бы даже сказал печально вот поэтому хочется слегка как-то взбодриться что ли взбодриться развеселиться и это аниме подойдет для этого как нельзя лучше вот поэтому будем приступать к просмотру но перед этим не забывайте как обычно подписаться на канал ставить лайки и писать комментарии если вам нравятся мои реакции ну а сейчас всем желаю приятного просмотра и погнали смотреть седьмую серию а и не забыть переключить озвучку манилибрия все поехали озвучено проектом они либрия . тв при поддержке онлайн-площадки кинопап давай на накуса спасай меня выводи меня из этого ступора каждый раз переживаю что могу по пути встретить кого-то знаков он не море кто-то что мне делать я как бежать уже поздно ну же обернись добрый вечер привет тебя прекрасно понимаю когда выхожу за покупками порой встречая начальника и сразу же хочется спрятаться от него то есть у вас так бывает да вот-вот а вы домой возвращаетесь освободила сегодня пораньше собой положить слушай мне так хотелось отблагодарить тебя держи меня ты сказал что обратишь и меня вампира если потребуется стоило мне это услышать и сплечь словно груз сняло спасибо тебе и море ну думаю если что при случае ей обратиться вампира будет гораздо проще гораздо проще чем ему и и море то надо влюбиться на наку сюда вот а судя по ней да она понимает что ему 14 но скорее всего и абсолютно похуй и наверное и влюбиться в него будет гораздо проще потому что она уже проявляет к нему какой-никакой на симпатии да что же это странное чувство благодарностям я уже привык потому что старался быть полезным школе только но тот я был фальшивка да все что я делал было не ради других кажется у меня была и личная заинтересованность что не позвала его к себе начальники юстов дождь пошел не такой уж и сильный зря он не сказал да вот блин не ожидал я и так не собственно пошел как она обычно и бывает на некоторые от дождя укрываются в зонах для курения я бы там стоял бы вместо с ними он к ней подкатывал кажется шило его хотя какое мне дело вот реально вот на таких чаще всего и обращают внимание типа ну блять ну ему похуй вот просто я сейчас буквально секундочку извиняюсь расскажу тоже была на работе когда я только начала работать не помню рассказывал это или нет тоже была девушка которая на которой за которой бегали абсолютно все мне было на нее абсолютно похеру то есть я просто-напросто и не замечал вообще что она там работает да то есть она там проработала полтора года и за эти полтора года я даже не знал что она там работает хотя в том месте в котором она работает я находился очень часто приходил туда очень часто я просто не видел что там работает какая-то новенькая девчонка и в итоге что сделала она всех остальных она отшивала, со мной она познакомилась сама. Почему? Потому что её удивляло то, что все к ней подкатывают, а мне абсолютно вообще похуй. И когда она ко мне подошла, я подумал, что она там первый день работает. То есть я её ещё так спросил, типа, а ты что, новенькая? Короче, она говорит, нихуя, типа, полтора года уже работаю. Вот, это её убило вообще. То есть на таких, не знаю, вот обращать внимание на похуистов. Ты же сейчас на нас смотрел? Ну, как тебе? Чего? Ту-у-у! Да, похуй вообще. Ты хоть понимаешь, что ты видел? Подкат? Ага, в точку. Он даже денег мне предложил. Как-то отстойно такое предлагать. Не в этом дело. В смысле, я всё ждала, когда он за мной приударит. Даже так? Зачем? Сколько невинности в вопросе мне нравится. Что ж, мне просто скучно. Настолько скучно, что я играю с парнями и прикидываясь, что встречаюсь с ними. В караоке ходим, выпиваем порой. Убиваю время так. Ну, так, зачем же тогда ты... Ну, у всех свои проблемы. Своих замуты. В своём вкусе не буду же я вешаться на кого попало. Могла бы пойти домой, но это же скучно. Я, конечно, не уверен. Да и не мне об этом говорить. Разве такие ночные игры. Не опасно, Найко. Не узнаю её. Куда это? Ну, знаете, старше, что я был. Тоже, что она старше меня. Мм? Ну, а что это ты так пялишься, извращенец? Что? Нет, у меня и мыслях не было. Да ладно, я же не против. Знаешь, а не хочешь посмотреть поближе? Хочу. Давай. Я всё же думаю, что это неправильно. Звучит не так убедительно, когда так пялишься. Там всё-таки побольше, чем на накусы. Теперь ты меня заинтересовал. Это моя. Куда спиздила? Может, отдашь уже её обратно? Ворюга. Но я ведь уже выпила. Чего? Что с ней вообще такое? У ЕБИ. В последнее время не перестало быть весело. Никаких ярких впечатлений. Да и совсем ничего не получилось. Сейчас на накусы увидят вас вместе. И мне не с кем об этом поговорить. Или она может быть тоже вампир. Она ведь такая женку. Прямо как я. Почему-то он водится. Почему-то у меня такое вот впечатление о том, что она тоже вампир. Ну, блин, не может же быть только одной на накусу. Правильно? Во всём этом большом городе. Вообще, если вампиры существуют в этой вселенной, вот, она не единственная. Блядь, не знаю. Почему-то мне кажется, что она вампир. Мы с тобой похожи. И завела его. Спасибо. Ты такой милый. И я моряка. Да. Я же говорю, и завела его только, типа, в этот... в как его... Ну, в такое прям место нелюдимое, нелюдное, да? Вот. Но мне кажется, что сейчас... Я ещё перемотаю чуть назад. Мне кажется, что сейчас в этот момент должна по-любому стричь Накуса. Ну, блин. А как иначе-то? Делиться. То есть, она занимается... То есть, пьёт кровь. Я море. То бишь, занимается с ним сексом. Ну, по-вампирски. Вот. И делить партнёра она явно не захочет. Ну, вот. На, нахуй. Нихуя себе. Думаешь, что можешь украсть чужую добычу? Потаскуха. Надзуна. Слышишь, Надзуна? Все только о тебе и говорят. О том, что ты идиотка и тусуешься тут с человеком. Ага. Регенерация у эмпиров нехуевая. Ты даже не обращаешь его. А ведь это против правил. Разве тебе не пора заделать детишек? А ты у нас теперь свекровь по вызову, да? Подожди-ка. Тусуешься с человеком, но при этом не обращаешь его. Это меня заставляет задуматься по поводу того, что влюбиться это вранье. Вранье от Нанакуса. То есть она изначально, скорее всего, не хотела обращать его, потому что, ну, во-первых, он не против, чтобы она пила его кровь. Во-вторых, ей очень нравится его кровь. А если он обратится в вампира, то после этого ей пить его кровь, ну, его кровь станет бесполезной для нее. Она не сможет ее пить. Он ей нужен именно в образе человека. Ну, просто если она сказала, типа, вот сейчас ты его не обращаешь, значит, это в ее силах. А если бы все было так, как сказала Надзуна, то все было бы как раз таки в силах не конкретно именно ее, а непосредственно самого Ямори. То есть он должен влюбиться. А для того, чтобы влюбиться, они должны общаться. А общаться, не обратившись, против правил, обратно же, по словам этой другой вампирши. То есть значит, Надзуна все-таки наебала, получается Ямори. Ну, мне так кажется, это если логически порассуждать. Ну, и на самом деле это был какая-то глупая, прям глупый способ обращения. Я об этом сказал сразу же, только услышал по поводу того, типа, что обратиться вампира можно только таким образом. То есть я сразу сказал, что это глупо, но как бы свел это на похуй, типа, ну, чисто из-за того, ну, блин, здесь так, в другом аниме иначе, в третьем там фильме, сериале, там будет кто-то по-другому, то есть тот, кто пишет, это тот, кто это делает, то есть автор, сам решает, как и где, и что должно быть, да, то есть по ебулу усмотрению. И может придумать абсолютно все, что угодно, поэтому как бы я не, ну, выразил свою точку зрения, что это глупо, но принял это как факт. Вот, но сейчас я начинаю в этом сомневаться. Она тоже вампир? Верно подметил. Ходят слухи, что у Надзуна появился дружочек-человек, и вот мне захотелось с ним лично познакомиться. Но чем вы вообще занимаетесь? Если не собираешься обращать, то пора бы от него избавиться. Мы пьем крюч, чтобы размножаться, ну или чтобы питаться. А это значит, что жертва нужно высушить до последней капли, а затем прикончить. Ха-ха, слайд. Вот этого я от этого аниме не ожидал. Ну нахуй. Ай-яй. По-прежнему решаешься силой. Однако, попался мальчик. Надзуна, мы позаимствуем твоего друга ненадолго. Еще одна. Прости, Надзуна. Зайти мы сюда и пришли. Хорош. Куда она утащила кор? Вот ведь разошлась, забавно. Бля, ну неожидаемо. Хотя она все же вампир. Ну просто знаете, все, извиняюсь, что остановил, все эти серии, как бы, ну, просто идет что-то между Надзуной и между ее море, да? То есть, какие-то их совместные там прогулки, там общения, да, там какие-то развлечения. И я думал, что это аниме будет двигаться именно вот в такой, ну, будет такое вот повествование. То есть, вот они вдвоем, и он будет стараться в нее влюбиться, периодически с ними будут происходить какие-то определенные типа там какие-то вещи. Но почему-то мне в голову даже не приходила там мысль, кроме вот сегодняшней серии, что еще есть вампиры, и что они есть в этом городе, и что у них есть где-то какие-то правила, и что они живут, может быть, по какому-то своему там определенному кодексу. Вот, и что будут здесь какие-то файты между вампирами, вообще такого не ожидал. И просто это, как не знаю, как снег на голову так бабах, то есть первое, да, я красавчик, я догадался, что это вампир, но вернее, я предположил, и оказалось, это правда, да, но в принципе там было несложно догадаться. Вот, но все равно потом бабах там, и резко там тых-тых-тых-тых-тых, типа какая-то пиздилка пошла, еще одна вампирша появилась, унесла, ко, и сейчас надо, она будет их искать. Блин, бомба. Неплохо. Я очень сильна по человеческим меркам. Я море, ведь так? Уже достойная серия. Слышала, ты очень сдружился с Надзиной. Чипа того. Спускаемся, язык только не прикуси. А, хорошо! Я море орал. Приветствую, человеческий мальчик. Еще одна. Прости за такой грубый прием. Да он еще совсем малец. И таких предпочитает Нанакуса? Неожиданно. Надзуна же у нас немного особенная. И все-таки он милый, согласны? Они же все тут вампируют, верно? Надзуна когда-то говорила, что вампиров привлекательная внешность. Теперь ясно. Согласен. Ну а что, если он спросит их по поводу, то есть его сейчас спросят, к примеру, вот ты общаешься с Нанакусой, да? Типа у нас такое там правило, там то-то-то-се, типа когда вот общаются, если не обращаешься, типа, ну не обращаешь того человека, с которым общаешься, типа нельзя с ним общаться, да? Ну правило такое. То есть почему? То есть предлагала она тебе, либо не предлагала, или хотел бы ты сам обратиться. И если он скажет, типа что да, типа там хотел, хочу, там стараюсь, короче, типа и делаю для этого вот то-то-то-то-то-то-то-то-то, и если они ему скажут, что это вранье, и он спросит, как сделать это, типа, правильно, они ему объяснят, как он будет после этого относиться к самой Надзуне. За то, что его, за то, что она его обманула. Ну если это вообще так. Пока что я в этом не уверен, обратно же, это чисто мое предположение, что она его наебала. Вот, но, блин, тут, короче, начинаются интересные вещи. Не ошибаюсь? Давай-ка сразу перейдем к делу. Ну-ка. Которая из нас тебе больше по вкусу. Назови любую, и она обратит тебя. И тогда не придется тебя убивать. Что? Тебе известно о существовании вампиров и о том, как мы устроены, а значит, ты угроза для нас. Так, мы даем тебе выбор. Выбирай Хирата Ника, Кахакаба Мидари, Судзушира Хацука или Хонда Кабура. А, ту, что ты встретил первой, зовут Кикё Сери. А, до меня Инадзуна устраивает. Ты серьезно? Нет, 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 этого не может быть. Мы достигли наибольшей привлекательности, а ты на сатверка выбрал дурочку, что в романтике не разбирается. Наибольшей привлекательности. Ночь седьмая. Размножение. Я выбрал дурочку, что она не разбирается. Она как раз все ко себе во всем очень хорошо разбирается. В романтике она просто смущается. Но, блин, еще, кстати, я упустил этот вопрос по поводу размножения. То есть, вампиры между собой размножаются, то есть, вампир, мужчина и вампир, женщина могут займить ребенка, который тоже вырастет вампиром, до какого возраста он вырастает. То есть, какой, типа, процесс созревания, то есть, до определенного возраста растет, и потом уже, как бы, не стареет, или как это вообще происходит, получается. Ну, вряд ли между вампирами, типа, рождается человек. А вообще, может, типа, вампир-женщина с вампиром-женщиной, или вампир-мужчина с вампиром-мужчиной тоже там могут там туда и сюда все иначе это происходит. Вылазят там не с того места, с которого, типа, там у нас. Ладно. Мысли вслух. Мысли вслух. Обратно, извиняюсь, что остановлю, но просто реально очень много у меня в голове мыслей. То есть, это все-таки правда? Ну, то есть, раз она упомянула, влюбишься в меня. И почему каждая из них хочет, чтобы он, типа, там, влюбился, там, в одну из них, типа, чтобы та его обратила? Для чего? Для чего он им так нужен? То есть, если он угроза, не проще было бы его убить, типа, там, прям сразу. Но он их чем-то привлек. То есть, что-то конкретное у него либо есть, либо им что-то, допустим, там нужно. Непонятно. Но то, что они его не хотят убивать, это факт. Потому что иначе он был бы уже мертв. Просто ты не ладишь с девственниками, Нико. Эй, чё? Подумай, логически. Я ведь лучше подхожу. За чего вы ссоритесь? Послушайте. Мне нравятся девственники. Да и вообще, а из чего это вы вдруг решили, что я девственник? 14 лет. Ты не девственник? Чего? Это девственник я. Не пугай меня так. Видишь, он совсем не в твоём вкусе, Нико. А вот и неправда. Чувствую, мы с ним наверняка поладим, да, Емори? Что? Думаете? Вот оно, типичная тактика, Нико. Он и ходит на опережение, помогает расположить человека к себе. И я так делаю. Так можно очаровать любого мужчину. Но не Емори. Да, она серьёзно за него взялась. Неужто решила забрать его себе? Вас же Нико зовут? Наверное, вы правы. Вы тут как раз больше всего похожи на Надзуна. Ты так и местом? И чем я, по-твоему, похожа на эту непопулярную девку? Манера общения? Ты чё за? Почему Надзуна непопулярна? Ты сказал? Выглядит же отлично. Эммм. Вопрос. И правда, личико у неё приятное. Дело в том, что Надзуна и не пытается быть популярной. Для того, чтобы мы нравились людям и имели возможность обращать их всё больше и больше, вампиры стараются стать привлекательнее. Так мы эволюционировали. Так что все мы склонны становиться популярными. благодаря образу жизни, что делает нас таковыми. Но Надзуна не такая. Не понимаю, почему. Мальчики, у которых голову вскружила, отчувствуют такие милые. Да? Я тебя поняла. В них так очаровательно бурлит отчаяние до тоска. В какое русло вообще этот разговор сейчас завернул? А что случилось с тем, кого ты в баре постричала? А ведь давненько мы о нём не слышали. Написал, что с девушкой своей порвала. Ого. Самый интересный момент. Что за атмосфера такая? Моё мнение не изменилось. Меня тошнит от этих ваших девчачьих посиделок. Слушай, Надзина. Да, я, кажется, уловила. Слишком, может, быстро ты краснеешь. Захлопнись. И всё же ты врачи с мальчишкой, которого не обращаешься. Рука заживает полностью, просто у них шрамы остались. Человека, которого не соблазняешь. Мы все считаем, что от подобного лишь проблемы. Он может стать опасным для нас. Знаешь, я понятия не имею, почему ты развлекаешься с этим человеком. Да понимаю я. Ничего ты не понимаешь. И поэтому мы обрекаем тебя. Обрекаем на что? На верную смерть? К тому же, я... Ну, это... Я и так подумывала об обращении. Что? Правда? И ты ведь сказала это не на «отвяжись»? У тебя что, есть парень? Ну, типа... А, паренёк-то чисто у тебя для развлечения, да? Не волнуйся. Мы-то его уж точно сегодня обратим. Ну или убьём? Нет. Я же... Я хотела сказать... Он и есть мой парень. Мне бы хотелось узнать о тебе побольше, Я Мори. Вот оно. Излюбленная тактика под названием узнать о тебе больше. Я Мори, ну так что? Расскажешь, кто в твоём вкусе? Своими навыками общения она погружает беседу в хаос. О, а мне, кстати, нравится быть ближе к собеседнику. Можно я подсяду? Да хоть сверху садись. Ха-ха-ха. Говорят, что наиболее выгодно садиться со своим собеседником по диагонали, а не напротив или рядом сверху. Но если ты сама навязываешь разговор, то лучше сесть рядом. Вот так? Ну так что? Значит, Надзуна в твоём вкусе? Ну, я бы так не сказал. А что про меня скажешь? Да? Или нет? Ой, забудь об этом. Что? Ну я... Мне будет нелегко принять, если ты всё же скажешь нет. Как как бы. Ни один парень не посмеет сказать нет после такого. И если он соврёт и скажет конечно же да, то окажется в её ловушке. Да не ему. Да ему похуй как раз таки. Если мне прям выбирать надо, то ответа нет. Чего? Этот парень нечто. Она застыла. Честно говоря, я не особо понимаю любовь. Так что я бы не сказал, что это безоговорочное нет. Проще говоря, я не понимаю, что значит ответ. мне впервые сказали нет. Но знаешь, если ты никого не выберешь и не обратишься, то окажешься убит нами. Разве ты не осознаёшь своего положения? Мы позволяем тебе сделать выбор. Мы не убиваем без особой на той необратимости. Он сказал Надзуна. Но если у тебя нет романтических чувств или намерения стать вампиром, то мы не позволим вам с Надзуной видеться. Но ведь я хочу стать вампиром. Что? А о чём это ты? Ты ведь не врёшь, потому что не хочешь умирать? Да я серьёзно говорю. Я думал, чего у нас разговор не клеится. А что Надзуна? Она же знает об этом. Ну то есть я же поэтому и хочу. И снова этот момент влюбиться. Подожди-ка, может быть это... Я перемотаю кстати назад, потому что у неё появление просто эпичное. Они вот говорят, они вот на этой тонкой грани находятся. Вроде как бы типа и правда что нужно влюбиться, но вроде как бы типа и неправда, но всё равно какой-то контакт между человеком и между вампиром должен быть. И одни говорили только что не про любовь, романтические чувства. Выбери одну и она тебя обратит. Нам нужно размножаться. Плюсом упомянули по поводу того, что он девственник. Девственник или не девственник вообще похую типа всё равно можно влюбиться даже и в таком и в таком, но не сразу же. А они говорят про обращение конкретно именно сегодня ночью. Они ж не дурочки, они вампирши. Плевать сколько они живут, даже если там 15, 20, 30, 100, 200 лет, они прекрасно должны понимать, что за один день влюбиться нереально. Значит есть какой-то другой способ или вообще это должен быть другой способ. Может быть нужно переспать? Может быть это способ обращения? И именно в этот момент, когда он типа хочет сказать типа я хотел в неё влюбиться, появляется Надзуна, чтобы он эти слова не сказал. И что заставляет меня задуматься обратно по поводу того, что это всё-таки враньё. И что скорее всего Надзуне нужно было с ним вот это вот. И тогда он таким образом типа обратила бы. Ладно, возвращаем на эпичное появление. А, сказал всё-таки. Постойте-ка. Да она же красная как помидор. Вряд ли она нам сейчас ответит. Она что, до сих пор смущается от разговоров на тему романтики? Ну типа того. Надзуна, ты там как? Замолчи. Не говори со мной. Вот поэтому-то парни тебя и не любят, Надзуна. И не говори. Ты должна было поблагодарить, а он бы помог тебе встать, ну а затем ты... Заткнись! Идём отсюда, Ко. А, точно. Погоди-ка, не так быстро, Надзуна. Ты правда думаешь, что мы вас так отпустим? Разве тебе совсем нечего нам сказать? Что сказать, Нико? Хочешь, чтобы я перед вами ещё извиняться начала? Да нет же, мы же про любовные сплетни. Так ведь, девочки? Ну разумеется. тебя, Емори, поделись с нами на накуса. Да вы шутите. У тебя же есть какой-то план? Что ж, я... Ну конечно же его нет. До этого момента ты всегда держалась в стороне, даже от нас. Сколько бы мы тебе не говорили, ты ни разу никого не обратила. Так что же такого в этом мальчишке? Как же интересно узнать вкус того, кто так полюбился Надзуне? Составишь мне компанию, пока Надзуна не будет рядом, а? А вот она, плохая черта Кабуры. Ну же, я море. Убери свои грязные ручонки от моей добычи, Кабура. А то я прикончу тебя. Эй, эй, избайся, надзуна. Да и ты, Кабура. Я не позволю вам здесь переубивать друг друга. К тому же, слова Кабура не лишены смысла. Мы правда не знаем, что и думать. А почему она главная? что ненавидит обращение, проводит ночь вместе с человеческим мальчишкой. Почему она главная? старейшина? Она старее всех? И каким образом обращение происходит у девушек? Они влюбляются в парня вампира? Или они даже влюбляются в девушку вампира? Ну блин, вообще, короче, есть очень много таких, но немного, а прикольно один вопрос, но много теорий по отношению этого вопроса, когда не знаешь ответа, и поэтому хочется узнать ответ. Но все равно, если это прям этот ответ и все где как и что и зачем и почему происходит будет показано в дальнейшем в аниме, то лучше в комментариях, конечно, по этому поводу ничего не писать, я лучше посмотрю сам, вот, и сам в дальнейшем разберусь. Но вы будете от меня слышать постоянно, постоянно, постоянное нытье по поводу того, что бля, когда нам это скажут, когда нам это покажут, потому что человек я нетерпеливый, то есть, если я что-то хочу, мне хочется это получить, не умею ее терпеть, но придется. Чем же Еморико так отличился от остальных? Отвечай, Надзуна, я бы предпочла послушать любовные сплетни и закончить на этом, но если нет, ты меня поняла. Если вы хоть что-нибудь сделаете скорое... Дело в том, что Надзуне понравился вкус моей крови, и после нашей с Надзуной встречи, я решил, что стану вампиром, так что у нас с ней образовалось соглашение. Надзуне нужна моя кровь, а я хочу стать вампиром. Есть еще что-то, что мне нужно рассказать? Хорош. Зависит от Надзуны. Все расписал. Может, ты нас сейчас и не поймешь, но мы все еще не доверяем Надзуне. Быть может, она не собирается никого обращать, а просто лжет и нам и тебе. Ах, ты мелкая. Надзуна сказала, что если хочу влюбиться в нее, то пускай. О, что это значит? Кажется, Нанакуса старается скрыть свое смущение, поэтому ему не стоит признаваться ей в любви. Она пьет его кровь, так что он может обратиться в любой момент. Негласный уговор, так сказать. Э? Ну так же совсем не романтично. Не, все-таки все. Это выглядит так, будто мы трахаемся без любви, так же даже веселей. И она резко оказалась, блин, тут такая резко сразу же между ними. Только что она была в стороне, тут-то хуяко резко стоит между ними и сразу же протрахаться. В этом плане она спокойно разговаривает. Она по поводу романтики стесняются. В этом плане вообще никаких стеснений нет. А вдруг эти другие вампирши наоборот? В плане романтики прям все нормально, все четко, но в этом плане жутко стесняются. вот, ну и да, все-таки она его не обманывала. Все-таки для того, чтобы обраться в импира нужно влюбиться. Ладно, на накусе извини, что думал он твой счет, что ты обманула. Но зато это выглядит так, будто мы трахаемся без любви, так же даже веселей. Только не опять. Но нельзя же так говорить, Надзуна. Да, могла бы быть подсдержаннее, да ведь? Значит, только Надзуна любит свои пошлые шуточки. Что ж, ладно, пока что мы тебя признаем. Но мне кажется, Надзуна просто такими вот своими пошлыми шутками пытается скрыть свое смущение внутреннее, которое у нее есть по отношению ко всему, что связано с какими-то чувствами, отношениями и тем же самым даже сексом. То есть, она просто создала в себе такой образ и пытается с помощью этого образа скрыть свои настоящие чувства. Я обязательно стану вампиром, сколько бы времени это не заняло. А что такое? А что такое? Подожди. Реально, а что такое? Не, блин, короче, Юра, не врал. Не врал. Я даже, наверное, сейчас следующую серию сразу же буду смотреть. То есть, абсолютно не врал. Серия на самом деле, блин, классная. Супер. То есть, столько много всего, да? Блин, прям, я даже не знаю, что сказать. У меня просто-напросто слов нет. Ну, слов нет в хорошем смысле. Потому что, блин, серия замечательная. То есть, много чего узнали. То есть, узнали по поводу того, что всё-таки это правда. Что нужно влюбить в себя человека для того, чтобы пить его кровь, для того, чтобы он стал вампиром. Узнали то, что вампиры между собой размножаются. Только не узнали, каким конкретно именно образом, да? Нам показали ещё раз, два, три, четыре, пять. Пять вампирш. Пять вампирш, которые есть, которые знают краски надзуну. Может быть, ещё есть какие-то и по-любому, скорее всего, может быть, есть какие-то и вампиры. Потому что на протяжении своего времени они же по-любому типа кого-то обращали, правильно? Вот. Также узнали то, что вампиры регенерируют. Но у них не вырастают там конечности. Им нужна эта конечность, допустим, если она оторвана просто-напросто к себе и она прирастает. Ну, если будет какое-то ранение по арестам и так далее, то есть заживает всё. Это легко и просто. Пока непонятно, каким образом можно убить вампира, но это возможно. Раз надзуна сказала типа, что если ты ещё раз к нему там притроешься и так далее, я тебя убью, то есть значит убить вампира можно. Но каким образом обратно же мы узнаем в дальнейшем. Ой, ну, короче, информативная, очень информативная, очень весёлая, просто отличнейшая серия. И она сделала в принципе то, чего я хотел. Я хотел, чтобы, ну, посмотреть именно вот это аниме включить, да, именно для того, чтобы как-то взбодриться и получить просто-напросто вот такой заряд бодрости, позитива, да, и с этим она справилась, ну, блин, на все сто, на все сто, поэтому, блин, спасибо тебе, Нанакуса и аниме в целом. Вот, прям справились со своей задачей, которую я на вас положил. Вот, так что, ладно, буду, наверное, продолжать смотреть, вот, ну, а на этой серии пока что я с вами прощаюсь, так что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилась эта реакция, и надеюсь, что вам понравилась эта реакция, вот, ну, и всем доброго дня, доброго вечера, в зависимости от того, когда вы это смотрите, и увидимся уже совсем скоро в новых реакциях на это аниме, на другие. Всем пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok